Друзья, всем привет! Привет! Хочу, друзья, рассказать по поводу вот этой собаки, ну, которой я делал будку. Это собака-сучка. Ну, спрашивали люди, я хочу сейчас ответить на такие вопросы и кое-что расскажу про нее. Короче, сегодня, когда я делал будку эту, там одна соседка говорила, что хочет ее в приют определить. Ну, короче, а я говорю, мне жалко, мы с Катей ходим, смотрим, что она тут спит на улице. Я решил построить ей будку. Думаю, кормить мы ее не кормим, кто там ее кормит, ну, это не наши проблемы. Ну и, короче, сегодня пришла эта соседка и говорит, что все, она отвезла эту собаку в приют. То есть, ну, будку я разобрал и отвез. Короче, собака эта будет жить теперь в приюте, друзья. Я думаю, что ей там будет даже лучше, потому что там кормежка, крыша над головой, ну и много других собак. Так что, такие вот дела. Все, той собаки больше здесь нет у нас. Хотя ее уже завозили один раз. Она здесь, ну, давненько. Ее мы в другом поселке видели. А потом смотрим, она здесь. А почему мы ее запомнили, эту собаку? Помните, я говорил, что Баксик убежал? Вот это он убежал с этой собакой. Мы на нее говорим, это Баксика подруга. Мы его еле нашли тогда. А они бегают довольны, играются. А мы Баксик, Баксик. А он не идет поразить такой. Да, моя Бульбочка. Так что, такие дела. Ну, будем надеяться, что ей там будет намного лучше. И еще, друзья, часто задают, осторожно, Баксюш. Задают вопросы по поводу, как я прикрепил шкивок на мотокосу вот эту. Смотрите, я сейчас все подробно объясню, чтобы было понятно. Вот, штатное сцепление, оно держится на вот таких вот болтах. Вот в этом вентиляторе, здесь походу и магнета, потому что магнит здесь есть. Я снял сцепление, но оно у меня лежит отдельно. Сделал шпильки две штуки. Ну, болты пообрезал, просто туда закрутил, позамерял одинаковое расстояние. Шкивок вот такой у меня валялся. Ну, он старый, видите, ржавый. И вот такой тоже у меня был. Но я делал, вот эти шкивки у меня были там для одной приспособы. То есть, не для этой, для другой. И я точно знаю, что вот этот шкив и вот этот, это, вот эти, видите, одинаковые. А вот этот нижний больше в два раза. То есть, из-за чего я его и поставил. Я взял, просверлил отверстия, ну, вымерял. Я думаю, ну, здесь немного, как бы сказать, ну, здесь не сложно. Ну, правда, я не с первого раза, видите, аж с третьего раза у меня получилось вымерять. Ну, и получилось идеально без биения. Потому что, даже малейший люфт, я и так, ну, и здесь и так вибрация. Я думаю, чтобы меньше люфта было, старался сделать идеально ровно. Ну, у меня получилось. Здесь я просто взял болгарка, спилял, чтобы он плотно прилегал к этим шпилькам. И сделал вот две гайки на 17 и на 13 гайки закручиваются. Так, ну-ка, как он у меня. Сейчас, ну-ка. Ага, вот так. Вот, вот так вот он у меня. Клац. Вставляется. И вот так вот я его, друзья, затягиваю. Вот и все крепление. Здесь, как я говорю, много ума не надо. Вот и все. Чик. Вот, на двух шпильках он держится. Здесь нагрузка небольшая. Понятно, если бы здесь была какая-то там нагрузка, может, эти бы шпильки оборвало. Но для мотокосы предостаточно. Крепление, вот. Я сейчас хочу еще, может, кто-то будет спрашивать. Сразу покажу. Сейчас откручу, друзья. Одну секундочку. Раз. Надеюсь, я объяснил подробно. Ну, потому что я, друзья, не сильно такой специалист. Крепится сама мотокоса к рамке к этой. Вот на вот этих вот двух болтиках. Это само сцепление прикручивается. Ну, не само сцепление. Сцепление вот, а сама крышка. Вот на четырех болтах. Ну, а сам двигатель держится на двух болтах. На 10. М6 или какая там резьба, я не знаю. Я не замерял. Вот. Все. Пожалуйста. Класс. Класс. Ну, он у меня, вы видели, работает. Я не так, чтобы сильно... Ну, моя бульбочка. Что такое, моя собачка? Я не еще так сильно... Ну, когда только проверял. Если, не дай бог, свет выключат, запустим, посмотрим, как долго он будет работать. И, естественно же, вымерял расстояние. Одевается шкивок у меня. Ну, ремень вот так. Вот. Здесь я в дальнейшем хочу сделать такие, чтобы оно сгибалось. Ну, и, естественно, когда будет сгибаться, мотор будет туда дальше отходить и будет натягиваться. Ну, это уже мелочи. Он, в принципе, он работает и на таком натяжении ремня. Все на место ложу. Сцепление включи. Друзья, надеюсь, я объяснил. Ну, кто там себе может, кто-то хочет делать, по моему принципу. Просто может быть разная коса. Может быть там, как на этом, я думаю, что три лепестка вот этих сцепления. Еще будет крепче. Три шпильки вкрутить. Ну, много разных вариантов. Это я показал, как сделал я. Какая коса была, так и сделал. Так что, такие дела. Всем привет. Так, друзья, у свиней я же немного загончик отодвинул за счет трубы. Вчера я вам не показал. Вот загородил. Ну, досточку на три самореза прикрутил и там еще досточку. И, короче, чтобы они не повыбегали. Да? Хе-хе-хе, свинюка. Ну, уже такая... Фионка. Здесь, я смотрел, она уже отсюда не выбежит. Но муха еще может. Вот там вот спереди. Я вон там даже лист поставил. Думал их уже сюда загнать. Но когда включу отопление, думаю, что мы их туда поставим. А этот загончик пока я разберу, если что. Ну, это временный, помните, я и делал. Ну, уже... Хотя уже этот временный... Этот временный, друзья, уже вторые свиньи. Да нет, здесь больше было. Больше. И поросята здесь были этой... Снежинки. Да. И браунек тут был, помните, с шишкой. Да, здесь уже много было в этом загончику. Хе-хе. И теперь еще и Фионка с мухой уже живут здесь. Бокшилику холодно. В ножке. Он на руки просится возле печки. Ну, друзья, надеюсь, уже завтра запущу. Вот уже вот так вот у меня все выставлено. Я еще не... Ну, как, не закручивал там, не затягивал еще. Пакли не делал. Просто все попроваривал, замерил. Вот так вот получится. Это Володя, боксюлик. Так что вот такие вот дела, друзья. Вы видите, как лежит Фионка, друзья? Опа, все. Все, я ее прогнал. У меня такая свинька. Растет. Растет. Фиона растет хорошо, друзья. Ну, и муха тоже вместе с ней. За ней не отстает. Нет. Вон она. Вон она. Видите? Вон она. Муха-тикатуха. Ну да, растет. Хе-хе-хе-хе-хе. Но мы, друзья, как они... Ну, месяц пройдет после взвешивания. Мы взвесим их, посмотрим какой вес. И уже будем точно определять, кто на сколько вырос. Муха-тикатуха. Кионка и муха такая цикатуха. Катя режет вкусняшки козочкам. Боксюш, что ты смотришь? Опа. Чик-чик-чик-чик-чик. Вот, видите, они в ящик залазят еще. Но я думаю, на днях уже... Ну, как на днях. В ближайшем там... В ближайшем будущем обязательно... Обязательно этот... Надо будет, как сказать, будку эту немножечко увеличить. Ну, я вообще планирую и там им сделать будку. Такую возле батареи. Короче, они там будут вообще кайфовать. Да, ребятня? Ну, большенькую такую сделаю. И будет хорошо. Потому что фионка уже точно с этой стороны... Там фионка нигде не проскочит. Только муха может пролететь. Хе-хе-хе-хе. Да? Не выходит. Видите, фионка уже не так боится. А здесь такая большая свинюка. Сейчас ты нюхаешь. Хе-хе-хе-хе. Сейчас, друзья, баранам маленькие попробуем дать капустке. На, 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 на. Пробуйте. На. М-м, идёт уже, да? Надо им больше дать. чисто капусточка жуют надо им тоже давать и надо все сейчас и вам сейчас стоите ждут сейчас да не душись не душись так это ее это жасминка надо катя сегодня борща наварила а это отходы козочкам тоже борща ну хватит на на тебе тебе даю на тебе 1 подожди о катя что-то не нравится выбирает а эти архаровцы где а вон пошли сидели только что тут тайсон и и маркиз молока все ждут а тут кто боксушь а как ты вышел там был как ты вышел что случилось баксуш что случилось с тобой там что ты делал боялся там ты боялся ляг за его придется купать все он где-то залез уже все все кушают всем понравилось баранам можно еще дать ну давай за я баранам еще там капусточки иду 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 на на иди на на и сюда вот да гляньте каким нравится майкл все кушают до кушают кушают молодцы друзья ой блин зай надо а ладно ну то потом сделал друзья я этим но поставил маленькую но видите цыплята не идут сюда вообще уже стоит где-то часа два а ну иди иди ты в штанах иди пробуй не не хочет сегодня им насыпал друзья кукурузки с пшеничкой ну уже они большие уже уже вообще гляньте он петухи какие гляньте какой петух уже скоро этого догонит ну тут все хорошо у них у ребят и еще друзья корыто вот это я тоже я сразу не подумал но вот здесь тоже сидят куры и они немножечко нагадили вот эти вот они бы туда не нагадили ну а получается вот видите они уже что тут она делали ну у них тут еще есть я им буду добавлять час песок еще замерзший я думаю завтра уже он растанет мем сделаю еще больше песочка ну 50 на 50 это то здесь сейчас получается где-то 20 на 80 80 золы и 20 песка курочкам тоже сегодня давал пшеницу с кукурузой но кукурузу всю выклевали осталось только пшеничка надо будет час насыплю чисто кукурузки так друзья сегодня по яичкам давайте посмотрим 3 6 9 сегодня тоже хорошо друзья пожалуйста 9 штучек вот три штучки такие светленькие те более темнее а это вообще темное какое-то видите отличается молодцы ребята петушок прямо в центре ну друзья у них тут вообще видите уток нету ну утки только возле воды вот так вот немножечко здесь сырость а так вообще здесь идеальная ну сухо гляньте оно все перемешивается сейчас я все перемешается что они там поедят перебьют и я им еще слой насыплю и будут они здесь что цари не вернее тут два царя будет и и и царевны 20 куриных царевны и 4 утины да причесон у него модный скрутше гляньте какой видите ну видите сюда утки даже не подходят но они сегодня на улице там дождяра и дождь и мокрый снег и короче хотя я еще не ездил дорога нормальная ну я после обеда так выезжал брал отводы два штучки нормальная такая дорога растаяла уже все разбили так что такие дела видите они пьют 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 тут вообще вот так вот получается вот до сих пор вот так сырость здесь более сухо я здесь наверное не буду убирать короче все будет нормально ну а это пока стоит посмотрим может я им и песочка когда насыплю они заинтересуются побольше видите эти эти не сильно хотят есть этим этим на дробленку наверное насыпать еще ну они поели конечно им больше насыпал ну все равно ну хотя может наелить всех гляньте вот это тоже петух гляньте какой ну посмотрим ну посмотрим друзья скоро уже оно уже и так видно конечно хорошо но скоро будет вообще видно хорошо хорошо кто здесь есть кто ну нам тоже даже друзья в этом году это ну не первые наши цыплята конечно у нас помните выводились но я их продал потому что Боксюш куда ты поход не ходи сюда потому что ну мы не хотели друзья в то время цыплят а потом вроде немножечко там подуспокоилась и уже у нас квочка села тем более все равно когда квочка меньше с ними забот чем допустим мы сами выводим зимой допустим в инкубаторе они дома с ними надо заниматься там ну понимаете а это мы курицы насыпали дробленку и они там сами по себе то есть намного проще друзья поэтому мы их и оставили так что такие дела все занимаются все хорошо у них уже сейчас скоро будут ложиться спать так и мы сейчас уже до управлялись сейчас Катя подует и будем уходить все друзья надеюсь потому что много людей спрашивала по поводу как прикрепить как ты сделал и я показал думаю еще раз но это я не то что там мы просто у меня в голову так получилось в голове сложилось и я так и сделал надеюсь что помогу кому то так что такие дела все друзья всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно пишите комментарии всем пока 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 пока